При хирургии эндофтальмитов, например, после катрактальной хирургии вы заканчиваете операцию из тампонада с силиконовым маслом? Чаще всего, да. Ну, я вот тоже всегда ухожу на силиконе, но вот я из тех соображений, что в силиконе бактерии не живут, им там нечего кушать и нечем дышать. Их может намного больше скопиться в большой свободной витриальной полости и выделить намного больше токсических продуктов, чем в тоненьком пристеночном пространстве за силиконом. Я к силиконовому маслу пришел случайно, потом почитал работу, и это был какой-то там 90-й тоже, какой-то лохматый год. А все очень просто, когда ты делал, мы тогда старались учиться много чего очищать, ну и зацепились в сечетку. Ну, что делать, силиконовым. И самое было удивительное, а у нас тогда не антибиотикам, ничего сильно не вводим, ну, как бы что-то мы вам комиксировали, не было, правда, ну что-то такое. И самое удивительное было на следующее утро, обычно пришли эндофтальмида, частенько по всевитриальной хирургии, сейчас тоже так бывает, но реже, все то же самое, только еще хуже, понимаешь, ты сделал эндофтальмию, и наутро ты получаешь все то же самое, только еще хуже. И какое было чудо, когда я первый раз, опа, а почти ничего нету, все как бы остановилось, как бы и силикон, может он лечебный какой-то. Начал читать, пытаться в медлайне что-то посмотреть. Да, американец один предложил, а результаты очень неплохие. И в какой-то степени с силиконом как-то надежнее, потому что ты его в любой момент можешь убрать. И все-таки я считаю, что мы конкретно ограничиваем пространство для эндофтальмида с силиконом, но он не лечит, не лечит он. Мы также вводим силиконовое масло, как можно больше очищаем стекловидное тело от эксудата, полустекловидное тело, тампонируем с силиконовым маслом. К сожалению, на БСС, когда ты заканчиваешь риск повторной воспалительной реакции, он превышает, в моем понимании, процентов 50. То есть можно действительно успешно провести ветрактамин, и на этом все завершится. Но участие пациентов воспалительный процесс, он продолжается. По-прежнему остается отечная хоридея, отечная сетчатка, и нам мы вынуждены идти еще через день на операцию. Если не рисковать этими пациентами, чтобы не подвергать их риску повторных походов операционных, я думаю, что силиконовая романа является наиболее адекватным решением данной проблемы. Смысл какой? Когда мы берем эндофтальмит, который мы взяли его, мы берем эндофтальмит, который можно взять на эндовитриальный, когда там ничего не видно, все оттекло, роговица и так далее. Единственное, когда удается помочь, это когда мгновенно начинаются эндовитриальные инъекции. Когда люди запускают, пытаются лечить под глаз, в вену, в попу, это глаз погибший обычно. Если он попадает в правильные руки и люди знают и сразу колют в инкомицин, савтодезим, именно в стеклоиде тела, тогда удается прервать. На сетчатке выпадает белый лейкоцит и так далее. Очистить ее невозможно, она не очищается. Они прилипли к ней, не очищаются. Ну, либо вместе с сетчаткой попытки происходят. И на них сверху налить силикон, это стопроцентная пролиферация, так сказать, со слойками и все. А если как бы все успокаивается, они просто даже вот так все усеяно, они постепенно уходят. Поэтому показания налить силикон в лежащей на сетчатке глаз я не вижу. То есть это вот под какой-то, знаете, такой, ну вот мы сделали все, что могли. Вот закачали силикон и вот так получилось. Я считаю, что это неправильно. Это, так сказать, ну, только ухудшает ситуацию. Если сетчатка лежит, она просто там вся усеяна такими, знаете, как ватой такой, скрыводлияницей бывает. Надо ставить и не надо, так сказать, вот. Это будет лучший исход, чем налить силикон. Зачем силикон? Глаз сохранить. Если не останавливать, значит глаз погибнет у нас, так сказать, в общем-то. Смысл какой? Просто косметический, тогда да, возможно, это вариант, если мы уже осознанно это делаем, что мы понимаем, что тут совсем все начинает рубцеваться, сморщиваться и там каким-то... Для того, чтобы вылечить дофтальмид, это бессмыслится, понимаете, так сказать, ну, она только усугубляет. Под ним сетчатка начинает сморщиваться и рубцеваться. Мы прогрессируем ПВР. Силикон, он прогрессирует, ПВР же очень концентрированный, так сказать, объем под силиконом, там все, что можно, все макрофаги, там концентрируются и начинает прогрессия ПВР. То есть зачем, если у нас там эндовтамид после катаракты, да, то есть как бы, ну, там сетчатка здоровая, непоружденная была. Ну и хорошо, надо сказать, почистили, промыли. Если так судьба, что это все прервали и развернули процесс в другую сторону, он сам постепенно успокоится. Но, понимаете, силикон надо себя настраивать на то, что силикон это яд, глазу, это яд, понимаете, это неправильно. Мы часто свои там ошибки, нежелание, так сказать, там копаться, так сказать, просто закачать и там больного отпустить, так сказать, езжать с этим силиконом, потом приедем. Мы этим прикрываемся, так сказать, в общем-то и хирург. Я это вижу. Когда вы перестроите психологию и будете, так сказать, наоборот, все время думать, как бы без него обойтись, так сказать, тогда вы двинетесь очень сильно вперед и там в собственном развитии, в помощи больному, так сказать, вот. А, к сожалению, это вот на чем-то научили. Залили силикон, центр лежит, снизу отслоилось, подрезали, зрение есть, все отлично, так сказать, вот. Это неправильно, это вот, ну вот надо через это переступить, так сказать, вот садиться и думать, как бы здесь без силикона обойтись в каком-то конкретном случае. Да, это опасно, да, там это непривычно, да, это как бы рискованно. Ну, как, тогда у вас все изменится, так сказать, в общем-то, ну, там, вас ли у слушателей там в лучшую сторону. Я силикон не использую при эндофтальмите практически никогда, если там не было разрывов. Если, не дай бог, это случается, мы оперируем сразу, прямо тут же, то есть при постановке диагноза эндофтальмит мы делаем операцию в тот же момент. И если прошло мало времени, то сетчатка, как правило, то есть на ней есть кровоизлияние там, на ней есть вот этот белый там, вот этот сгусток, но, тем не менее, она, так скажем, она живая, она не расплавлена и так далее. Бывают случаи, когда пациент приходит уже поздно, когда уже сетчатка плавится, и мы тогда берем, поднимаем стекловидное тело, и там прям, ну, тянется сетчатка, и мы понимаем, что она либо рвется, либо она близка к этому. Мы только тогда силикон вводим. Какие антибиотики вы используете? В большинстве случаев, если это эндогенный эндофтальмит, я не использую антибиотики. Если после катарактальной хирургии причина не факогенная, то есть мы ничего не уронили, ничего там не было. То есть, в принципе, я буду тампанировать силиконовым маслом, назначу системные антибиотики, а вводить их эндовитриально там я не буду. Мы не используем антибиотики в момент операции. Вся антибиотикотерапия проводится системно, или парабульбарно, или сетконниктивально в до и послеоперационном периоде. В антибиотики вводите? В антибиотики мы не применяем, как правило, потому что я антибиотик старый. Я пользуюсь в основном сейчас нонфлоксоцином. В вентриально тоже вводите? Нонфлоксоцином, либо флоксоцином. Разводите вы на 50 на 50, да? 50 на 50, вот то, что мы вводим. Да, это тоже технология. У американцев почитали там, он сделал более 20 тысяч катаракт. Вот когда еще до того, как появились эти работы, как европейцы предложили вот этот метод введения цифуробола, цифуроксина. Ну, цифуробол второго поколения, а нонфлоксоцин все-таки пятого поколения, эти четвертые пятые. Ну, то есть это последнее самое сильное, что есть. Да, к сожалению, есть устойчивая флора. Уже есть устойчивая флора, но в принципе работает он неплохо до сих пор. В какой момент вы его вводите? Ну, в конце. То есть мы вводим, можно, конечно, добавлять там в физраствор, многие там ванкоменцин разводят на бутылке, я ничего не знаю. Но я ввожу обычно прямо в силикон. Его мы много и не вводим, да. То есть если в силикон, то вот такой депо небольшой, ну где-нибудь 0,05, под одним шариком медленно, где-то в размере 0,05, он рано или поздно преодолеет стилл поверхностного натяжения силикона и выйдет вот в это щелевидное пространство и будет действовать антибактериально. Вегамокс, правильно, вводите в силикон? Вегамокс. Ну, то есть где-то там уже 0,2, 0,3. Он плохо на роговец, надо там дозировать. На роговец он может действительно дозовать. Вот. Отходящий, но все-таки не так приятно. А вот на сетчатку я ничего плохого не видел. Иногда, когда эндофтальмит, и ты не знаешь, что ты готов, я не знаю, что в глаза засунуть, лишь бы как бы остановить. Это тоже была работа большая, большая американцам, что именно в торхиналоны, вот это вот левофлоксоцин, монофлоксоцин, они проходят гематоэнцефалические барьеры, они накапываются в глазу в больших дозах. Поэтому один у меня был пациент с жуткой, что-то, блин, не совсем эндофтальмит, у него, да, что-то было такое, и конъективит, и эндофтальмит, да, и все вместе, и мы ничем не могли. А я говорю, а как, как? А он был венеролог. И он говорит, да, у меня только инфекции, вы ничем не возьмете, вот ничем. И в конце концов мы все-таки взяли именно монофлоксоцин. А какой антибиотик вы используете? Цефтозидим, ванкомицин, то есть, ну, рекомендованный в Европейском обществе катарактальных хирургов 2013 года. Цефтозидим, ванкомицин, это, ну, так скажем, дают максимально широкий спектр. То есть, в конце операции просто на БСС вы будете... Да, 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 на БСС, потому что мне чем не силикон, потому что есть еще и перфтор вводит. На перфтор вообще вот про то, что я говорил, какая-то длительная тампонада приводит к тому, что он там взбалтывается, и в переднюю камеру уходят эти пузырьки. Это одна сторона проблемы, другая сторона проблемы, когда мы используем силикон или перфтор, то мы... Куда нам антибиотик-то вводить получается, да? То есть, где он будет? У нас объем витриальной полости, например, 5 миллилитров. Мы вводим туда 1 миллиграмм того, 2 миллиграмма другого. Он равномерно распределяется по всей полости, и поэтому сетчатка, ну, грубо говоря, везде получает примерно одинаковую порцию антибиотиков. Теперь представьте, мы туда ввели силикон. Силикон легкий, и вот эти все один того миллиграмм, два другого миллиграмма, он находится под силиконом. И если вдруг пациент лег на спину, да, то это все находится прямо над макулой. И то есть там мы получаем очень высокую концентрацию антибиотиков. Вот. Ну, либо другой вариант вообще не вводить антибиотик. А как тогда без антибиотиков? То есть это вечение патогенетически обоснованно должно быть. Поэтому всегда, когда я думаю про то, ввести силикон или нет, я думаю, как потом, что я буду потом делать с антибиотиками, да, потому что там будет высокая концентрация. Поэтому я считаю, что введение силикона во всех случаях необоснованно. То есть одно дело, когда дырки в сетчатке, тогда да, а как мы, а чего мы еще туда можем ввести? Просто так всем подряд на всякий случай, что типа в силиконе там меньше растет там и так далее, и так далее. Я с таким подходом не совсем согласен. Хотя был определенный период времени, когда я считал, что это правильно всем силикон вводить. Ну и вводил, в общем-то, когда были дофтамиты. Но это опять, видите, патология такая нечасто, и каждый получается индивидуальный. Поэтому одному повезло там какой-то там эпидермальный стафилококк, который там витроктомию сделал, и там ему капли антибиотика, он сразу погиб, и никаких последствий, и потом полное восстановление зрения. У другого синегнойная палочка, вон там и силикон ульешь, и все что угодно, и роговица расплавится в конце, и ноль острота зрения. Тут больше зависит от, ну в первую очередь зависит от сроков, и опять же в первую очередь зависит от того, с чем мы имеем дело. А как часто вам приходится повторно потом идти на ревизию? Практически всегда, то есть там же, видите, эндофтальмид, по сути мы начинаем видеть, когда уже наш организм реагирует, да, то есть там тысячелетиями, там сто тысяч лет вырабатывается вот эта воспалительная реакция, да, и организм наш воспринимает эти бактерии, он туда отправляет все лейкоциты, чтобы там все это, все выработались там, все эти лизосомальные ферменты, чтобы все это там сварилось и так далее, чтобы, ну, чтобы этот процесс локализовать. И поэтому там вот этот гной туда идет, а организм наш не знает, что у нас уже такие там супертехнологии, антибиотики и так далее. Он же, ему вообще прозрение, он не думает особо, и эта реакция, она запускается, это там вообще прям просто он там все бомбит, все там разрушает. В том числе и сетчатка там тоже под раздачу идет, а мы что делаем? Мы, по сути, антибиотиками убиваем бактерии, ну, практически в большинстве случаев нам это удается, а вот эта воспалительная реакция, она не останавливается, она продолжается день, два, три, то есть пока, то есть он же, ну, как бы организм не может нашу взять вот так и остановить это воспаление, да, поэтому первый раз мы промываем, вот убираем весь этот оксудат, вот эти бактерии, антибиотиками промываем и так далее. На следующий день мы опять видим опять много оксудата, но это не признак прогрессирования заболевания, а это продолжение ответа организма на это, ну, так скажем, на эту бактерию. Мы возьмем тогда, да, второй раз, еще раз промываем, но уже с целью. На следующий день. Да, на следующий день, вот, для того, чтобы с целью вот это все вымыть, но опять же, как правило, на второй день этого тоже много, и мы это промываем. Иногда бывает, если ответ довольно слабый, ну, пожилой человек или, ну, как, мы же там индексаметазону, все, наша задача, это ответную реакцию тоже подавить, потому что тут, кроме того, что токсины бактерии, там, сетчатку повреждают, наши лейкоциты тоже, там, и макрофаги, там, все ее рушат, поэтому их надо затормозить, поэтому мы вводим там тоже во все места, там, дексаметазон, и внутривенно, и под глаз, и внутрь глаза, и, 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 как можно, так скажем, сильнее нам надо эту воспалительную реакцию блокировать. Вот, если на первый день это еще, так скажем, выражено как-то чуть умеренно, то да, наверное, можно еще перенести на второй день. Если на третий день, после второй ревизии такая же картина, пойдете в третий раз? Да, пойду в третий раз. Здесь мы, ну, как бы, обычно ориентируемся на гипопион, да, то есть это, ну, и надо понимать, гипопион, это не, ну, не что-то там, такое, так скажем, не показатель того, что, опять же, бактериальная инфекция прогрессирует. Это из заднего отрезка просто уходит вперед все это, так скажем, у некоторых это чуть быстрее идет, у некоторых медленнее, поэтому там это, так скажем, накапливается, так скажем, эта экссудация. Вот, но, опять же, мы не должны забывать, что есть такие, так скажем, бактерии, типа синегнойной палочки, которые, ну, имеют полирезистентность, и, к сожалению, такая вероятность тоже существует, что мы, ну, так скажем, можем на нее попасть, поэтому каждый раз, когда моем, мы на всякий случай еще и антибиотики туда тоже вводим. Вот если это такой относительно доброкачественный эндофтомит, да, то есть после второго раза, уже на третий день, уже гипопиона, как правило, практически нет, и он потом постепенно, постепенно, постепенно глаз начинает выходить. То есть если, например, роговица там начинает плавиться, да, там, и визуализация падает, может быть, не понимая, что там творится, может быть, я и веду силикон. Тут все будет от клинического примера зависеть, но не так, что я противник силикона, я ни за что, вот, все, что хочешь, там, пусть глазом происходит, только не силикон. Нет, конечно, на третий раз, ну, может быть, силикон и введу, но я не думаю, что это что-то поменяет. Вот я что хочу сказать. То есть мы там в панике в такой можем и силикон туда ввести, но просто это все, что там выработается, оно там все под силиконом останется.